Микрорайон Левобережный, улица Чайковского. Здесь установили три остановочных павильона накануне запуска МЦД-3. Это современные модули, которые оснастят расписанием. Первый заместитель главы химок Родион Лёвочка и председатель Совета депутатов Сергей Малиновский проверили ход работ, а также пообщались с местными жителями, чтобы узнать их просьбы и пожелания. Часто пользуются остановкой, часто пользуются дети взрослые. И были вопросы по ее реконструкции до конца. Обещали на следующей неделе все довести до ума, поставить урны, сделать новую разметку. И были вопросы по состоянию дорог. Будем ждать решения. Далее представители администрации депутатского корпуса встретились с жильцами дома на улице Чайковского, которые попросили об установке контейнерной площадки. Этот вопрос представители администрации города уже решили. Теперь на повестке дня оборудование освещения и благоустройство парковки. После общения с жильцами представители администрации осмотрели улицы Библиотечную и Нахимова. Здесь планируют нанести новую дорожную разметку. Также в микрорайоне на отдельных участках будет заменено дорожное полотно. У дома номер 6 на улице Совхозной уже подготовлена территория под новую детскую игровую площадку по программе губернатора. Площадью 450 квадратных метров. Жильцы окрестных домов обсудили благоустройство территории и внесли ряд предложений по улучшению соседних дворов. У нас детская площадка очень такая худенькая, бедненькая. Можно как-то ее... А где? Как раз? Совхозная 29. Там 27-29, там несколько домов, которые стоят. А, да, плавно. У нас на территории Совхозной 29 там пару качелей, одна горка и все. А на заднем дворе там вообще пусто. Родион Левочка рекомендовал жильцам домов проголосовать за размещение новых детских игровых зон, чтобы эти дворы были включены в программу комплексного благоустройства округа. После общения с жителями во дворах представители администрации отправились в школу номер 29, где в течение недели ввели прием граждан. За это время к сотрудникам профильных служб обратились более 100 человек по различным вопросам. Жители очень рады тем, что развивается микрорайон. Очень хороший формат выездных администраций дает возможность понять, какая ситуация на территории. Жители имеют возможность напрямую обратиться к любому представителю администрации по своему вопросу, сразу же получить консультацию. В течение недели люди обращались по вопросу ремонта перехода через платную дорогу, разбирались с платежками за коммунальные услуги, просили о кронировании деревьев, дополнительном озеленении и более тщательной уборке территории. Все вопросы взяты на контроль, в том числе и те просьбы, о которых люди просили на улицах микрорайона. Мы сегодня прошли достаточно длинный маршрут, посмотрели много разных объектов, начиная от детских площадок, которые планируется построить по программе губернатора, и заканчивая остановочными модулями. Жители разнообразные вопросы задавали. Кто-то просил проложить дорожку в обход детской площадки, кому-то нужно восстановить пешеходные переходы. Все эти обращения были зафиксированы, мы обязательно исполним все наказы наших жителей. Пятая неделя работы выездной администрации завершилась. За это время профильные службы приняли более 900 обращений от химчан. Ну а с понедельника выездная администрация начала работу в Новых Химках по адресу улица Мельникова, дом 29, строение 1. Александр Сергеев, Вильфрид Дымковский, Новости Химки ТВ. Новости Химки ТВ.